Улица начинается здесь. С 19 по 23 мая в Пятигорске пройдет первая в мире премия уличной культуры «Кардо», которая соберет несколько тысяч человек из 36 стран мира. Команда из Ненецкого округа уже упаковала чемоданы и отправилась в путь. Фриран – такое направление для себя выбрал Иван Христюк. Молодой человек более 10 лет занимается паркуром и только совсем недавно выбрал новое направление. В номинации «Хип-хоп Ненецкий округ» представляет Ольга Жилнова. Вот уже пять лет девушка оттачивает свое мастерство. В подобных мероприятиях участвовала и ездили в Москву и Санкт-Петербург. Здесь у нас на Оренмаре проходили подобные мероприятия, поэтому в принципе есть что показать, чем поделиться. 13 номинаций премии по трем основным направлениям – стрит-танцы, стрит-спорт, стрит-проекты. Участников ждут 50 международных спикеров в области уличной культуры и спорта, иностранный гость, звездные хедлайнеры, концерты и многое другое. Фестиваль «Кардо» соберет самое большое комьюнити улиц в одном месте. У нас делегация составляет 8 человек. Едем два общественника года, два хип-хоп-танцора, скейтбордист, воркаутер и граффити-художник и фрирайнер. 36 стран, но мы не унываем. Мы в первую очередь едем туда, чтобы показать, кто мы, откуда мы, и то, что у нас тоже развиваются уличные культуры, и мы не просто так сидим на севере и мерзнем. Проект конкурса премии «Кардо» и форума «Улицы России» реализуется с использованием грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. Молодежь региона активно принимает участие в всероссийских форумах, конкурсах, выездах. Сейчас идет регистрация на форумы «Евразия Глобал», «Иволга», «Бирюса». Это регистрация до начала июля. Также идет на несколько потоков регистрация форума «Таврида», это главная творческая тусовка, и на форум «Острова». Регистрация уже вот-вот закончится, в 20-х числах, буквально июня, так что нужно успевать регистрироваться. Тем более, что участники, потенциальные участники форума, которые пройдут отбор от нашего региона, едут за счет региона, не самостоятельно оплачивают дорогу. Регистрация на форумы проходит на платформе «АИС молодежь». Любой желающий может подать заявку на участие. На каждом форуме, практически на каждом форуме, есть конкурс проектов, грантовый конкурс. И один из самых весомых аргументов при отборе участников – это наличие у участника проекта. Многие молодые люди у нас в регионе ошибочно полагают, что проект – это что-то сложное для профессионалов, я так сделать не смогу. На самом деле, не так. Подчас для того, чтобы получился проект достаточно всего лишь идеи, а уже докрутить, сформировать из идеи проект, мы помогаем. Достаточно просто нам написать или позвонить. Для талантливой молодежи в России организовано множество молодежных форумов и площадок по различным направлениям, где они могут проявить свои навыки и приобрести новые знания, чтобы в последующем стать профессионалами своего дела.